Правительству Республики дано три дня на подготовку заявки Федеральный Центр для получения дополнительного миллиарда рублей. Средства необходимы для устранения нарушений противопожарной безопасности в социальных объектах, больницах и школах. Такие поручения по итогам заседания Комиссии по предупреждению ликвидации ЧАЭС и обеспечению пожарной безопасности дал Кабинет у министров Владимир Уйба. По данным МЧС, в объектах здравоохранения, социальной сферы и образования множество нарушений противопожарных требований. И они не устраняются уже на протяжении многих лет. Татьяна Супряткина продолжит. Объекты теплоэнерго- и газоснабжения сегодня по всей стране под особым контролем. Во всех регионах по поручению президента утверждены меры по усилению безопасности на жизненно значимых предприятиях. В Коми тоже введен режим базового уровня готовности. Отопительный сезон стартовал, все муниципалитеты готовы к прохождению зимнего периода. Но как мы его переживем, покажут только морозы. На ликвидацию чрезвычайных ситуаций каждый район должен был подготовить ресурсы, технику и средства, чтобы оперативно приступить к ликвидации аварии. Об этом все муниципалитеты были заранее уведомлены. Но, как выяснилось, многие к этому подошли лишь формально, сославшись на отсутствие средств в бюджете и помещений под необходимое оборудование. Сведения о выполнении указанной работы поступили от городских округов Сыктывкар, Воркута, Инта, Вуктыл, муниципальные районы Сосногорск, Карткирос, Ударский. Остальные, в принципе, подошли формально к этому, представившие сведения о ежегодном формировании финансового резерва, подменяя понимание планирования финансов для создания резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧАЭС. Отдельный вопрос по пожарной безопасности. В учреждениях социальной сферы и здравоохранения множество нарушений противопожарных правил. Предписания МЧС по некоторым объектам не устраняются по несколько лет. Имеется организация здравоохранения, эксплуатирующая более трех лет объекта с нарушениями режимного характера. То есть это нарушения, которые не требуют материальных затрат крупных. Это свидетельствует о низком ведомственном контроле со стороны профильного министерства. Отмечу, что Министерство здравоохранения Республики Коми неоднократно информировалось о проблемах противопожарного состояния под ведомственных объектах. Органами государственного пожарного надзора выявляется нарушение требований пожаробезопасности на вновь построенных объектах после их ввода в эксплуатацию. Знаем проблемы, проводим организационно-методическую работу. Понимаем, что часть мероприятий можно сделать без денег, но на большинство мероприятий требуются средства. Если посмотреть по динамике выделения финансирования, мы рады за Наталью Владимировну, коллег из Министерства образования. У нас в здравии 2019 год 37,9 миллионов рублей, 2020 год 37,9, 2021, 2014,2, 2022 год средства не выделялись на данные разделы работы. Суммарно, если посмотреть, чтобы привести в порядок все наши учреждения, требуются средства в объеме не менее 135 миллионов рублей. А еще полмиллиарда Министерства образования, 300 миллионов на ликвидацию нарушений в домах, интернатах и учреждениях социальной защиты. В целом выходит миллиард рублей. Для регионального бюджета слишком большая сумма. С учетом замечаний пожнодзора МЧС и длительности этих замечаний в течение многих лет, с одной стороны, с другой стороны, и предписание по, по сути, по недальнейшей невозможности эксплуатации учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты. И очень больших средств, которые республика сегодня вкладывает дополнительно по различным направлениям, связанным с геополитической обстановкой. Свободных средств у республики нет, но неисполнение предписаний далее будет, как итог, остановка деятельности учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, что вызовет колоссальные социальные взрывы, что недопустимо. Для оперативного решения проблемы правительство подготовит обращение в федеральный центр, чтобы Москва выделила средства из резервного фонда. Владимир Уйба дал ответственным лицам три дня на подготовку необходимой заявки.